Привет, с тобой Дава, и сегодня у нас будет довольно-таки интересный выпуск о не совсем новиночке, но довольно-таки свежем и новом продукте. И о нем ты, скорее всего, уже слышал, потому что у них есть вот эта заезженная, вирусная такая рекламка. Алло, это Оло? Вот такая вот брошюрка, а как мы знаем, брошюрочки можно люто разъебывать. Давайте, собственно, потихонечку и будем с ней знакомиться. Что же там копирайтеры и СММщики намудрили? Давай на чистоту. Главный слоган продукции Оло, и здесь, соответственно, можно вот прямо вот немного поугарать. Что такое чистота, блядь? Для чего это нахуй? Яркий и чистый вкус без табака. Вот тут, соответственно, да, яркий и чистый, но ведь табак дает ту самую отменную нотку, которую вот просто невозможно игнорировать. То есть, в основном, почему курят табачные продукты? Потому что там есть нотка табака, вот этот привкус. И только из-за него их покупают. Оло помогает потребителю сделать выбор в пользу чистого продукта с насыщенным вкусом. Простой. С Оло каждый может приготовить качественный кальян и легко повторить его снова. Ну, тут, как бы, да, сейчас, в принципе, все могут забивать абсолютно любой табак, и прям супер знаний для этого не надо. Если ты нихуя не можешь, то welcome на YouTube. Тут вся, в принципе, инфа есть. Один слоган, много смыслов. Открытый. О, бренд, который выстраивает чистую коммуникацию. Ммм, 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 ммм. Это не ультралегкая. Это все такой чайный среднячок, давайте назовем. И, как бы, преимущество, преимущество продукта. Яркая ароматика, натуральная вкусопередача, нейтральный привкус сырья, простое применение, стильный дизайн. С чем я согласен? С яркой ароматикой согласен. Натуральная вкусопередача, ну, не совсем. Есть вкусы, которые, ну, прям очень мультяшные и очень-очень прям как будто искусственные. Нейтральный привкус сырья, ну, естественно, блядь, там нет табака. Какое сырье, блядь, о чем речь? Простой в применении, да, в принципе, его накинул. Любой табак простой в применении. Если вы считаете, что с танжирсом, либо с сатиром очень сложно работать, то я вам все-таки рекомендую заново, абсолютно заново. Начать знакомиться с кальяном, потому что, ну, это просто пиздец. Так вот нельзя, нахуй. Стильный дизайн. Здесь тоже согласен. Дизайн реально стильненький. И баночки я вам, соответственно, покажу. Идем дальше, идем дальше. Цели. Какие цели у компании Олу? Первое, захватить мир. Второе, послать всех чайников нахуй. Третье, обучение. Четвертое, качество. Наебал, давайте заново. Первое, простота. Эмоции. Обучение. Информировать и легко обучать тонкостям любимого времяпровождения. Здесь за это лайк. Почему нет? Производитель, как прямой источник подачи информации потребителю, вполне может, вот знаете, немного манипулировать, так сказать, его интересами и его, собственно, увлечениями. Если правильно Олу сделает так и разовьет интерес к продукту среди потребителей, то можно спокойно обучать их разным ништячкам. Качество. Дать возможность выбирать качественный продукт с чистым составом. Я вот сейчас говорю, знаете, и, блядь, слишком, слишком идеально. Бля, ну хуй знает, слишком идеально, блядь. Мне кажется, здесь надо вот немного вот убавить вот эту вот предвыборную кампанию. Реально, я как будто смотрю брошюрку какого-то казахского депутата, который что-то там накидывает. Ароматы. Давайте разберемся по ароматам. Дикая, ну, блядь, земляника, да, грубо говоря. Земляника. Уэлл Страубери. Есть блубери. Черника, собственно, тоже очень круто. Есть личи. Личи вообще бесспорно сложный вкус. И у Ола он получился очень хорошо. Забегу сразу вперед, потому что с первым, чем я начал знакомиться еще до выставки Хука Клаб Шоу, когда я их увидел впервые вживую. Я прокурил какие-то пробники, там что-то высылали. И личи мне очень понравилось. Банан. Банан, ну, мимо сразу. Пэшн Фрут. Шикарная маракуйка. Очень прикольная. Очень сильно отличается от того, что есть на рынке среди именно табачных брендов. Манго. Манго здесь, ну, такое. Манго вообще очень сложный аромат. И сейчас у кучи производителей просто есть ебучие манго. Поэтому манго от Ола я не могу выделить так, что ебать нахуй. Ты, блядь, понимаешь? Вот это манго. Мангуще. Мангище, блядь. Это просто манго. Мята. Ну, вот здесь спорно. Я лично на самом деле считаю, что вкус мята, когда у тебя там 8 вкусов, да, или сколько тут у Ола, да, 8 вкусов, ну, мята, она просто занимает какую-то ячейку, ячейку для ебучего вкуса. Ну, кому сейчас нахуй нужна мята, если есть, блядь, холодок, есть лёд, есть айс, есть супернова. Нахуя мята? Ну, нахуя она нужна? Страубери. Просто клубника. Вот здесь клубника, она хорошая, она приятная, она не приторная такая, непонятная. Здесь за неё респектоз. В принципе, что мы? Мы, в принципе, закончили разъёбывать эту брошюрку. Ну, наверное, ещё давайте сделаем такую, не знаю, рекламу нативную, да. Федерс грамотно продаёт и продвигает свои бренды. Олу не исключение. Надёжный партнёр, как я понял, компания Федерс полностью курирует компанию Олу. Ну, собственно, что? Брошюркой мы закончили. Давайте смотреть вот такой вот боксик. Ага, что это? Что это, блядь, за ячейки? Это адвент бокс, блядь. И его, в принципе, можно растянуть на 8 дней и каждый день открывать вот так вот по одной штучечке и наслаждаться тем, что компания Олу прислала тебе в этом боксе. Этот бокс мы разыгрываем. Кстати, я вам сразу скажу, не этот, а другой. Этот я его уже прошурудил, где-то его, блядь, погрызли, где-то он упал и так далее. Погнали смотреть, в общем, дизайн. Дизайн реально крутой, ребятки. Я не знаю, что вам сказать, я не знаю, что вам показать, но выглядит это очень стильненько. Также есть в этой баночке отсекатель. И, как интересно, ни одна баночка за столько времени у меня не протекла. И что, собственно, компания Олу изначально говорила про обучение, есть, собственно, на вот таком вот QR-коде. Здесь, типа, показано, что, как, чему забивать. Чайнички и welcome в мой телеграм-канал. Там будет, соответственно, конкурс бокса. И заодно мы научим вас забивать Олу. Давайте скажем так. Запах реально чистый, интересный. Как я и говорил, личи просто ебучая хуета, и я прям от нее, прям реально тащусь. Единственное, что, блядь, знаете, что неприятно в дизайне? Вот что неприятно в этом дизайне? Когда баночка стоит вот так, то вот здесь только видно название. И, собственно, большой номер 03. Кому это нахуй надо? Никто это нахуй запоминать не будет. Поэтому, блядь, убирайте эту 03 за место вот этого значка. А вот сюда пишите личи. Личи. И тогда будет круто. Ну, блядь, стоит и стоит. У меня, допустим, зрение, ну, немного хуеватое. Да, вот я вот прям вот хуево вижу. Учитывая, что это все сделано в блесточке, в такой фольгировании, как это называется правильно. Ну, я просто, блядь, нихуя не увижу, что это за вкус. И буду говорить, блядь, братишка, а что за 03 вкус? А что за 07 вкус? Он мне скажет, ты долбоеб, блядь, там все написано. А я ему же не могу сказать, типа, я хуево вижу. Это же не его, нахуй, проблема. Поэтому, да, здесь немного неудобно. Тут есть еще, смотрите, боксик. Это для тех, кто будет участвовать в конкурсе. Здесь есть еще отсек. И тут есть фирменный мундштучок Оло. И есть еще отсек Оло подарочка. Здесь очень прикольная штучечка. Я вам сейчас ее покажу. Я не знаю, что с этим делать. Вот, как это? Это, собственно, как я понял, листья каркаде. Вот такая вот маленькая порция. И это можно заварить. Поэтому можно покурить. Теперь давайте, собственно, перейдем непосредственно к самому продукту. Соответственно, непосредственно к моим ощущениям. И как вообще я вижу этот продукт и что это вообще такое. Смотрите. Как я и говорил, да, немного откатимся. С Оло я познакомился еще до выставки. Я прокурил пару вкусов. Мне зашло. Конкретно с Оло, с их менеджерами, с их СММ отделом, руководителями, я познакомился уже на выставке. Мы с ними постояли, попиздели, попрокуривали. И оказалось, что довольно-таки очень круто, что такая собранная команда. Это прикольно. Потому что я считаю, что у любого продукта залог его успеха заключается именно в команде, именно в комьюнити. И как они, собственно, общаются с потребителем. У Оло здесь все окей. Оло, это Оло. Вот примерно из этого разряда. Первое впечатление о покуре. Первое, когда ты забиваешь, ты сразу понимаешь, что вкусы очень яркие. Но нужно попасть на правильные вкусы. Как я и говорил, что есть пару вкусов, которые мне вообще не понравились. И если бы эти вкусы мне попались первыми, то все дальнейшие прокуры, которые бы я делал этих вкусов, я бы все равно подвязывал бы их к тем неудачным вкусам. И получилось бы из-за этого полнейшая хуета. И хуй пойми, что с этим всем делать. Так что я раскурил. Понял, что этот вкус мне нравится. Раскурил второй. Там я почувствовал, соответственно, маленькую крепость. Меня начало немного поднакуривать. Знаете, такое накуривание, а именно чайное, непонятное. То есть ты насыщаешься, но у тебя не болит голова. Ты себя хуево не чувствуешь. И как бы тебя не рвет в толчке в кальянной. Пушица, чашечки, табачок, чаечек, каркадешечка идеальны. За счет того, что у нее очень крупная нарезка. То есть если взять Олу и взять любой другой продукт, именно на чайной смеси, либо не на чайной смеси, и просто их сравнить, ты поймешь, что у Олу реально крупный лист. И это охуенно. На самом деле, знаете, как меня заебал работать с феналкатом, да? Вот когда вот, блядь, прям в миллиметр все в труху, в пыль нарезано. И охота прям вот реально хорошего листа. Я всегда, когда вот хочу прям четко забить чашку, я хочу, чтобы у меня был лист, как раньше у сатира, блядь. Когда можно было нахуй просто заворачивать, да? Там крутить бланты. И, соответственно, из листа, который прям уже в банке, забивать чашки. Олу я считаю, что это большой плюс. Во-первых, чем? То, что расход будет меньше, но площадь, покрываемая табаком, будет круче. И тут же сразу большой плюс. Кому это нахуй не нравится, вы можете, блядь, его нарезать. Я знаю, вы все это любите. А вот когда у тебя изначально продукт уже мелкий-мелкий, слепить ты из него нихуя не можешь. Так что задумайся. Вкратце, если примерно оценивать Олу как бестабачную смесь, среди таких мастодонтов, как Бруско, как Чебака, то дайте немного времени Олу, и она встанет где-то между ними. И она стабильно займет вот такую вот прям четкую позицию среди чайных брендов. Но, как говорится, тут все время покажет. И, соответственно, выдержка этого расхваленного мной комьюнити и команды тоже очень важна. Поэтому, хочешь покурить что-то очень натуральное, где нет кучи ароматов, и все ароматы реально круто и интересно сделаны, то звони Олу, это Олу. Вот такой вот, собственно, маленький обзорчик на продукт, на бестабачную смесь. И я рекомендую все-таки просто мимо проходя в магазине зацепить одну баночку и познакомиться с этим продуктом. Так что всем пока. Это был Дава Дым. Не забывай, что на телеграм-канале у меня проходит конкурс этого бокса.